Так, аноним прислал нам сообщение. Ежа, а вы действительно собираетесь, в скобках, ну или уже, завести детей с множеством самок? С подключением тебя, аноним. Ты явно как бы не так давно являешься частью моей аудитории. Почувствовать тепло их тела. Да, в противном случае полигамия использует слиз для разнообразия сексуального опыта. В скобках ничего плохого, но почему таким правом не может обладать женщина? Ну, по поводу прав, это, наверное, немножко не ко мне. Потому что в моей парадигме права это культурные фантомы. И наличие разных прав, оно зависит от того, в каком обществе ты живешь. То есть в одном обществе одни права, в другом обществе другие права и все такое. Ну и по поводу... Так погоди, а кто конкретно тебе сказал, что не имеет? Ну, во-первых, аноним его зовут. Ну, во-первых, да, российское законодательство, оно не запрещает разным женщинам иметь разность сексуального. В других странах, да, за это могут камнями побить. Или ты думаешь, что они так и не делают, чувак? То есть ты такой, типа, блин, а почему тёлки не бледуют, а мы бледуем? Серьёзно, что ли? Ты настолько тупой, что я же сармата такое спрашиваю. Ну, а у кого ему ещё это спросить? Может, я ему отца заменю? Это ещё как имеют право и пользуются правом регулярно, блядь, и мама твоя, небось, и, блядь, тёлка твоя, и сестра твоя, я думаю, блядь. Да, поэтому он так похож на соседа, да. Да, 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 чувак, а с чего вдруг это? Это ты вдруг пытаешься лишить права женщин на промисквите? Не, наоборот, он мне это инкриминирует, что я пытаюсь. А ты не пытаешься, на самом деле? Нет, я выступаю за полигинию, но против полиандрии. То есть за систему, когда один муж много жён. Вот, блядь, я вот только на коммунизм попадаю. Ну, смотри, полигиния. Полигиния, полигиния, один муж, много жён. Понятно, зафиксировали? Да всё, это понятно, а полиандрия... Полиандрия, одна жена, много мужей. А я считаю, что по-хорошему это всего одно название должно быть. Так. Как-то это, блядь, ну... Полигамия такое название есть. Я бы, будь я феминисткой, потребовал все эти два названия в одно объединить, а то как... Есть, называется полигамия. Да, ну вот. Вот и всё. А что ты мне мозги ебишь? Полигиния, полиандрия. Я считаю так. Каждый должен быть счастлив. Вот я смотрел стрим тупо сплэш, там чувак ездил к какому-то чуваку с Дома-2. И этот чувак нажрался и предложил выебать его жену. И его жену выебали. То есть, типа... Это вот что у нас, полигиния, полиандрия. Или просто чуваки... Ну, он леволиберал. Ну, то есть, куколд. Может, тогда этот либертарианец, блядь? Не, либертарианец, это если бы он ребенка выебал. А, точно, да. Это другое, это разное. Все время забываю. Извращение сексуальное. Ну, смысл в том, что жизнь, она более комплексная, чем тебе кажется, дорогой мой аноним. Нет никакой, по мне, так ни полигиния, ни полиандрия. Просто в один прекрасный момент ты приезжаешь к чуваку из Дома-2, нажираешься с ним, и он дает тебе выебать свою жену. И ты живешь с этим. А иногда там, не знаю, твоя жена идет, и ее кто-то ебет. Вот как-то так оно и... То есть, никто нарочно всю эту хуйню не организовал. Я вообще всю жизнь страдал от того, что мои близкие слушают какую-то определенную музыку. Я жил и в общагах, и с друзьями снимал хату, и это прям невыносимо. Жил с женщиной, которая Нойза целое лето слушала. Это просто пиздец какой-то, Юра. Она, надеюсь, была очень красивая, наверное, очень в твоем вкусе. Да если бы, блядь, тогда до сих пор, может, Нойза слушал. Не, ну, я к тому, что... У тебя очень хуёвый вкус тогда. Я вообще... Мои женщины только классику слушают. Я уважаю людей, которые слушают свою ебаную музыку в ебаных наушниках, блядь. Кроме меня. Мне наушники натирают уши. Мне можно не в наушниках, все остальные должны в наушниках. Не-не-не, мои женщины категорически ни космополитен не читают, ни еще какую-нибудь хуйню. То есть, я, если... Я сам космополитен читаю, да? Я вот просто даже... Если замечу хотя бы какой-то элемент вот этой современной культуры, либо либеральной, блядь, я просто буду негодовать категорически. Но я этого не вижу никогда, то есть... Когда будешь зубного какого-нибудь, обязательно почитай космополитен. Самополитен, это самый смешной журнал, смешнее, чем этот... У меня зубы здоровые очень. Ну, типа, блядь, там такая дичь, типа... Как понять, что ваш мужчина вам изменяет? И там буквально, типа, просто описаны вот признаки обычного поведения мужчины. Я такой считаю, типа, блядь, так получается, я всем изменял, блядь, всю свою жизнь, нахуй. Ну, потому что все мужчины изменяют, да. Там такие реально статьи, типа, ваш мужчина стал меньше времени уделять вам, сидит за компом или в телефоне, и это признак измены. Я такой, чё, блядь, может Assassin's Creed новый вышел или как-нибудь так? Да, он вам изменяет со своей рукой. Да-да-да, типа, он задерживается на работе, измена, или он задерживается, блядь, на работе. Или он задерживается, потому что его ебёт начальник. Ну, прикинь, типа, вот у женщин, типа, в этих женских журналах даже им не дают каких-то, типа, вариантов, что... Или, может быть, действительно он работает? Нет, я считаю, что это, знаешь, как тест на интеллект, что, то есть, если вот ты даже на стадии просто конфетно-букетном, да, ты замечаешь, что самка, она настолько тупая пизда, что она вот подвержена всему вот этому влиянию неоплебисцитарной культуры, то значит, просто, в принципе, с ней нельзя завязывать никакие продолжительные отношения. Ага, значит, мне нравятся женщины за 30, я так понимаю. Нет, мне не нравятся женщины за 30. Есть молодые девушки, но очень умные, очень нон-конформистки настроенные в отношении современной культуры. Тебе не кажется, что, как ты выразился, неоплебисцитарная культура простирается по возрастным рамкам практически на всех более или менее молодых тёлок? Нет, не согласен, не согласен категорически, опять-таки, я ещё раз говорю, есть молодые нон-конформистки, есть среди молодых нон-конформисток, мы также можем молодых нон-конформисток разделить на подкатегории тупые пёзды, да, это те, которые красят свои волосы в разные цвета, читают книги в оранжевой обложке серии «Альтернатива», подвержены влиянию феминизма и других современных идеологий. Ярлыки. Конечно, стереотипы — это необходимое зло, стереотипы — это необходимое зло, которое позволяет не тратить очень много времени на общение с людьми, которые, в принципе, заранее понятны, что они вам не интересны. Как и любой человек, как и любой человек, у любого человека есть классификация. Например, Лимонов всех женщин делил на три категории — кувалды, селёдки и медузы. Вот у него все женщины, они все делятся на три категории. Ну, Лимонов, он гей, поэтому, наверное, у него это какой-то вот имело особый смысл. Поэтому у любого, у любого абсолютно человека есть какая-то система классификации других людей. Это просто всегда так происходит. Это есть у тебя, у меня, у кого угодно абсолютно. Вот. Среди молодых девушек есть нонконформистки, которые не подвержены или в меньшей степени подвержены влиянию неоплебиситарной культуры, и которые отрицают вот эту всю хуйню. Их мало, их мало очень, но они бывают. Я их даже лично встречал и с ними общался. Они не всегда симпатичные, с моей точки зрения, но они есть. Крашеные волосы и всё это, и куча придурей, блять. Вот ко всему, что ты описал, вот этот нонконформизм, вот ко всему этому придурей прилагается. Если ты думаешь, что придурь только в Космопольтене, то поверь мне... Есть везде, но смотри, если мы говорим о продолжительных отношениях, это не только секс, это прежде всего продолжительный диалог. Это когда тебе хорошо с человеком вместе, именно исходя из того, что ты с ним общаешься. Ну, в данном случае не с человеком, а с женщиной, да, потому что женщины это не люди. Только и мнение же, а вот есть... Да, но мы-то говорим о частном случае, когда, допустим, конкретный мужчина выбирает конкретного партнёра под себя, и поэтому ему, в принципе, могут быть неважны критерии других людей, он опирается на свои критерии. Всё. Поэтому вот эти разговоры про то, что, ой, ну не всё так однозначно, ой, все люди разные, это всё это неважно. Потому что, как говорил Николас Донуста Вела, мы должны сомневаться в нашем вкусе, но верить должны только ему. Всё. Точка. Короче, ничего по существу ты не ответил, блядь, неоприбесцитарный, нахуй, вся эта хуйня, ёпта, блядь. Я тебе ещё раз повторяю, тёлки, которые, блядь, попадают под твоё определение, вот эти вот нонконформистки. Я ещё раз говорю, что даже внутри нонконформисток нужно проводить под... Я тебе по своему пути не знаю, сколько у тебя было, пап, у меня достаточно... У них придурей ещё больше. Ты почему-то считаешь, что если они не читают космополь... Потому что я ещё раз говорю, нужно проводить градации, в том числе внутри нонконформисток. Там есть разные, так же, девушки, понимаешь, с чем дело. То есть, по-моему, самая лучшая нонконформистка, это та, которая абсолютно нормальная для тебя? Нет, та, которая ориентируется больше на классическую, классическое искусство, классическую культуру, и современное общество воспринимает как просто что-то дегенеративное и некое... То есть, сатрикс? Нет, нет, не обязательно. Это может быть молодая студентка университета имени Гнесиных, например, Гнесинки. Я думаю, там, блядь... Да, она там изучает какую-нибудь игру на виолончели и современную, блядь, но из-за МС она точно слушать не будет, потому что, ну, это, блядь, ебаный музыкальный выкидыш. Ну, по музыке людей судить, это как-то совсем... А, это говорит об уровне эстетических притязаний. Как бы более сложная в композиционном отношении музыка, она и наслаждение ею характерно для субъектов с более сложным устройством нервной системы. То есть, если это тупая пизда, то ей достаточно там музыка два прихлопа, три притопа, а если это сложная личность, то она Моцарта будет слушать. То есть, если моя любимая группа в андерграфт-генератор, то я не ебаться какой человек, да, по твоему мнению? Ммм, мне кажется, ты разную музыку слушаешь, Лёва, не наговариваемся. Моя группа, правда, в андерграфт-генератор. Я не знаю эту музыку, группу, я ни разу её не слушал. Их, это прогрессив-рок, их самый крутой альбом состоит из трёх песен, которые идут там, типа, 14, 10 и 27 минут, блядь. Ну, я ещё раз говорю, мне сложно судить о музыке просто со слов другого человека. Ну, это получше, чем говно, которое ты слушаешь, но смысл... Я не исключаю, потому что я вообще не понимаю, что, блядь. Это ни хера не говорит о том, что я не деградант, чувак. Там, то, что я слушаю музыку с какими-то усложнёнными гармониями, блядь. Ну, смотри, мы кого обсуждаем? Мы обсуждаем тебя, как бы, да, и то, что ты триггернул из-за того, что... Я вообще людей, блядь! Или мы про девушек говорим. Я вообще про людей говорим. Да, блядь, с чего... А что, стрелочка у нас теперь в две стороны поворачивается? Стрелочка вертится как угодно, Юра. Открою тебе страшную. Ты куда ветер подует, туда стрелочка и вертится. Нет, я просто считаю, что если девка угорает по русскому рэпу, то это просто тупая пизда, которая годится только на разовый сексуальный опыт и всё, а не на продолжительные сексуальные отношения. Ну, а вот, блядь, если чувак какой-нибудь угорает по русскому рэпу, ты то есть с ним не будешь общаться, потому что он дегенерат? Или это только... Ну, если он мне деньги платит, я буду говорить спасибо за тонат, послушаем твой хип-хоп, но я бы не хотел в своём кругу общения иметь таких людей. Странно это, то есть... Нет, не странно. Ну, это какой-то геноцид, блядь. Это не геноцид, это культурный, интеллектуальный апартеид. Если человек любит весь говно, он может есть говно, но почему он должен делать это рядом со мной? Ебать, я не знаю уж, что там, хандуш слушала, блядь. Классику, классическую музыку она слушала, европейскую классическую музыку, потому что для азиатов это экзотика, им это интересно, им это нравится. Ну, не знаю, блядь. Чайковский Моцарт. Ну, вот ты сам ответил, для них это экзотика, а вдруг, если бы не было экзотикой, то она бы что-нибудь другое слушала, ты бы что, другую себе нашёл? А я не мыслю с позиции, если бы, ах, если бы, да кабы, я просто по факту рассуждаю, вот есть факт определённый, и всё. Зачем мы тут вторгаться в пространство гипотетики? Есть азиаты, которые... Ну, потому что мне нравится проводить мысленные время. Есть азиаты, которые любят европейскую культуру и ценят её гораздо выше, чем сами европейцы. Есть европейцы, которые ни хера они... Нет, они в процессе знакомств... Они важны, из каких соображений. В процессе знакомства с ней, они влюбляются в неё. А есть европейцы, которые европейскую культуру не знают, не ценят, а слушают хип-хоп какой-нибудь сраной или регги. Или по азиатской культуре убирают. Хорошо, вот мне в чате тут от Реби подсказывает, а Бабангиду любят Хандоша? Бабангиду? Нет, Бабангиду она терпеть не может, она считает, что это говно. Ну так... Ну так тут скорее я должен согласиться с Хандушей. Просто тут проблема в том, что я уже не являюсь стопроцентно здоровым от болезни своего времени. Ну вот видишь, так значит никто не является здоровым, нравится кому-то слушать фейсы или это. Ну у людей разные мотивы могут быть ко всему этому. Не стоит думать, что люди выбирают себе музыку, исходя из своего уровня развития. Это пиздец, как тупо. Некоторые слушают всякую долбёжку электронную... Эти вкусы могут либо совпадать, либо нет. Они могут быть обусловлены либо хорошим, значит, воспитанием. Третье высшее образование получает, и он любит слушать только долбёжку. Почему? Потому что он шесть дней в неделю работает, допоздна сидит на ёбаной работе, приходит домой, ставит самую тупую... Ну опять-таки он вряд ли будет встречаться с девочкой, иметь продолжительное отношение с девушкой, которой, например, нравится попса. Да, правильно. Он будет искать себе такую же говнарку, которая слушает такую же долбёжку, как и он. Нет? Ты же привязываешь... И они вместе под эту долбёжку... Они вместе под эту долбёжку будут заниматься сексом, это будет классно. То есть люди ищут того, чьи эстетические притязания совпадают более-менее с их собственными. Потому что если там совсем разница какая-то, это сложно. Но почему ты думаешь, что какие-то эстетические притязания выше каких-то других? Я полностью соглашусь с тобой. Выше... Хорошо, что... И мы можем закрыть эту тему, да, допустим. Если ты объяснишь мне... Не, я не буду ничего объяснять, ты просто... Так а почему... Почему слушать классику или, блядь, прогрессив, это более, блядь, притязательно, чем... Так, а это не универсальные критерии. Это не универсальные критерии, это всего лишь мои критерии. Ну, ты их навязывал как универсальные. Никому ничего не навязываю, я просто тебе объяснял, исходя из каких критериев я, допустим, выбирал девушку для продолжительных отношений, то есть... Ну, то есть мы сойдемся на том, что это только метод Ежи Сармата. Нет, смотри, дело в чем. Если ты выбираешь девушку только для секса разу, это одно, там одни критерии. Если ты выбираешь девушку для продолжительных отношений, это другие критерии. Потому что брак это продолжительный диалог. Чувак, первое иногда становится вторым, а второе, как правило, становится первым, блядь, ёпта. Поэтому ты хуйни-то не неси. Так а в чем хуйня-то, подожди. Есть приятные тёлки, есть неприятные тёлки, блядь. Есть приятные тёлки, которые приятны только в ближайшей перспективе, а есть тёлки, которые являются приятными не только в ближайшей перспективе, но и в долгосрочной перспективе. Говорить, что с тёлками приятнее будет говорить, если они слушают классику, чем если они слушают попсу. Классика и попса это лишь частный случай, это просто пример. Это утверждение основанное ни на чем. Ты вроде как фактами, а ты вроде... Это просто из головы придумано. Ну тебе это не важно, кому-то это может быть важно. Я тебе просто на примере классики пытался объяснить, что вкусы должны совпадать в чём-то и всё. В начале диалога мы говорили о некой придуре, космопольте, и ты сказал, что здесь будет некий способ сразу отфильтровать вот такие. Правильно, правильно. И ты сказал, что это какая музыка... Не отказываюсь от своих слов, правильно, да. Всё правильно. Да, в том числе. Но теперь мы приходим к выводу... К такому же выводу мы пришли к тому, с чего мы начали абсолютно. Я не отказываюсь от того, что я говорил в самом начале. Я могу повторить всё это слово в слово. Ну то есть, по-твоему, дебил не может слушать классическую музыку? Я не знаю ни одного человека с интеллектом ниже среднего, который искренне... Вот если вы иду, даже его никто не понукает и не заставляет, но он в свободное время сидит и включает классику, допустим. Вот ему надо за компьютером поработать, там, я не знаю, статью какую-то сделать или ещё что-то. А если он слушает классику в ремиксах? И он включает не Noize и FC, а классику. А если он слушает классику в ремиксах, это считается? Ну какой ремикс? Есть неоклассика достаточно хорошая, а если это... Ну то есть, опять-таки, здесь уже всё зависит от того, что это за ремикс. Всё зависит от, блядь, конкретного человека, и опять ты пытаешься, блядь... Ещё раз говорю, мой опыт указывает на то, что люди с интеллектом... Да у тебя сколько опыта? Сколько ты на кукан-то чувствовал тепло женского тела? А мы сейчас не только про куканы, про женское тепло. А я тебе говорю, как человек опытный, сколько тёлок, столько и разных... Ну хорошо, Юра, среди твоих тёлок сколько слушала классику и не слушала Noize и MC, попсу и прочее? Да ни одной, наверное, у тебя такой не было. Слушала одна и самая ёбнутая, блядь. Она тебе показалась ёбнутой на фоне всех твоих остальных. И она ещё старше меня была. Нет, она спала, например, на полу, блядь, типа, не на кровати, а на полу, блядь. Говорила, что для позвоночника полезно, и типа, меня заставляло на полу спать. Но, с другой стороны, за это устраивало клёвый секс, типа, чтобы стимулировать меня спать на полу, но у меня потом всё тело болело в пизду, типа. Никогда не спите на полу, только ёбнутые люди спят на полу. Ну, короче, у тебя классика ассоциируется со спаньём на полу, и поэтому ты так триггернулся. Да нет, я любитель классики! Ты охуел, что ли, блядь? Какой ты любитель классики? Ты минуту назад говорил, что у тебя любимая группа, это какой-то, блядь, прогрессивный. Вандерграф Генера, это... Да это какой-то... Или это и есть классика? Кручек, ты послушай чуму хранителя маяка, это как классика, только круче. Питер Хэмилл на клавишах играл, как твой Моцарт, блядь. Это ж не значит, что я постоянно вставляю классику и на фон, и это. Меня вообще, блядь, обвиняли в том, что я ёбнутый фанат Шопена, блядь, типа, потому что его никто не любит, и он был бездарностью. А вот нет, вот я его вставлял, и мне скинули, блядь, много статей. К Шопену противоречиво, да, относились, но у него есть хорошее... Вы сказали, что он самая бездарность ёбаная, и я подумал... Нет, самая ёбаная бездарность это Лист. Ну, я просто подумал, что, типа, я, ебать, не стоит мне вставлять чувака, который, типа, самая ёбаная бездарность, подумают, что я, типа, ну, заслужил только такого. Я же мог любого вставлять, но мне правда нравился Шопен, я не знаю, почему пишут бездарность, у него прикольные, типа, треки. Ну, когда, когда только это появилось, всё, критика его противоречиво, да, воспринимала. Ладно, не суть. Так. Ну, теперь-то все сошлись на том, что он не бездарность. Далеко не все, далеко не все. Бля, ну вот видишь, в чём проблема, да, нахуй? Ну, есть, да, противоречиво. Ну, значит... Однозначный гений это вот Моцарт-Бар Бетховенчиков. Вот, блядь, значит, буду вставлять эту лунную сонату, нахуй, блядь. Её все любят, блядь. Все на неё дрожат. Но мне-то, блядь, Шопен больше нравился. Ну, ставь Шопена. Создаю... Нет, все пишут бездарность. Да какая тебе разница, что там другие люди пишут? Может быть, проблема не в том, что они пишут, а в том, что ты на это, как бы, на это слишком реагируешь. Не, ну, они спинули, как бы, критические отзывы, которые не Дмитрий Ларин записывал, блядь. Ну и что? Ну, так а почему твое мнение должно корректироваться под мнением других людей? Ну, слушай, Шопена. Не хочу ассоциировать свою подложку с каким-то... Ты слишком зависим, Юра, от общественного мнения. Ну, я видеоблогер в этом, как бы, вся хуйня. Ну, я тоже, видишь, тоже что-то делаю в публичном, как бы... Нет, аудитория любит, когда её, нахуй, посылают иногда. Чувак, я наименее зависим от общественного мнения, из всех, кого ты знаешь. Но, то есть, если мне пишут, пидорас, прекрати что-то рекламировать, я посмеюсь над этим. Ну, там деньги заинтересованы. А ты что, не знал, что Шопен был ёбаной бездарностью? Посмотри, как его современники хуесосили. Я читаю, и вот в этой хуйне есть доля, ну, справедливости относительно его музыки. То есть, она несовершенна, есть такое, но... Не бывает ничего совершенного. Как бы, зачем мы применяем к чему-то в нашем мире заранее недостижимый критерий? Это про всё, что угодно можно сказать, оно несовершённое. Так, а чё ты к женщинам его применяешь, чтобы они слушали какую-то музыку пиздатую, раз ни к чему нельзя применять? Ну, потому что в море полно рыбы, и всегда можно найти ту женщину, которая будет тебе интереснее, и которая будет ближе к тебе по уровню твоих эстетических притязаний. А почему-то? Существенными какими-то критериями. То же самое и при выборе композитора. Но мы здесь, вообще-то, для того, чтобы какие-то объективные... Нас смотрят 799 человек. Не-не-не, объективного ничего не бывает. Мы... Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Мы в ответе за тех, кого приручили. Между прочим. И ты им сейчас говоришь. Вот они сейчас сидят на твоём стриме. Ты для них авторитет. Я, понятно, нет. Меня за голбоёбка. Ты им говоришь, что если вот тёлки слушают, блядь, Noize MC, и я уж, поверь мне, я ненавижу Noize MC больше, чем все кого-то. Не только Noize MC. Ну я условно, понятно. Дабстеп, электронную музыку. Ну, типа, она обрыганка, и не стоит давать ей шанса. А я скажу... Нет, шанс ей можно дать. Ей можно дать шанс отсосать. То есть вот, ну, такое непродолжительное отношение. Нет, я скажу так, не слушайте карлика, блядь. Он вас на хуйню какую-то наводит. Слушайте, блядь, эльфа, блядь, с железной печенью. Нет, это всё нихуя не значит, чуваки. Есть вещи гораздо более значимые. Секс, кстати, как мне кажется, важнее в этом плане, чем... Хороший секс может брак укрепить на 40 лет, блядь, 50. Ну да, я согласен. А, блядь, общая музыка, ну послушайте вы вместе всю классику, и всё, и разойдётесь. Ну не, ну на самом деле, опять-таки, когда я говорю про классику, я просто тебе на частном примере каким-то, каком-то хотел показать важность совпадения, важность совпадения эстетических пристрастий. Ты говорил об эстетической хуйне. Кроме классики, ты можешь назвать что-то как эстетичное? Да всё, что угодно. Книги, которые вы читаете, кухню, которую вы едите, место, в котором вы хотите жить, цвета, которые вы любите, место, в котором вы хотите отдыхать и так далее. Я про музыку. Да а чё ты к музыке-то так прицепился? Ты же сам говоришь, что отношения между мужчиной и женщиной не сводятся к совместному прослушиванию музыки. Чувак, ты даже про прогрессию, ты сказал, что это индикатор, как вакмусовая бумажка. Я тебе сейчас говорю, это пример, который я привёл тебе для того, чтобы показать важность схожести эстетических притязаний людей, которые формируют в перспективе семейную ячейку и планируют долгое время жить вместе. Если у них эстетические притязания и взгляды на мир сильно не совпадают, они просто пересрутся и разбегутся. Или нет. Если вспомнить многих родителей моих друзей, даже частичные моих родителей, Но их всё равно что-то связывает вместе, понимаешь, что-то есть, что их связывает вместе. Пусть они любят разную музыку, пусть они читают разные книги, пусть у них там разный образовательный бэкграунд, но всё равно есть что-то, что связывает их вместе. Это может быть секс, это может быть что-то ещё. Ну и значит, не нужно обращать внимание на такие мелочи. Нет, обращать внимание нужно на всё. Вот в чём дело. Потому что чем больше точек пересечения, соприкосновения, взаимных интересов, взаимных симпатий, взаимных антипатий, тем лучше. Подожди, подожди, подожди. Вот, чё мне нравится, это моделирование, блядь, математическое. Давай-ка мы представим, что у тебя женщина не хандуша, а прямо она во всём повторяет тебя. Вот у вас абсолютно одинаковый интерес. А я не говорил одинаковый, я говорил совпадение. Совпадение это не значит... Не-не-не, ты не понял, вот Юра, вот здесь фундаментальный момент, который вот ты не понял, как сказать, предпосылку, и поэтому ты делаешь неправильный вывод. Смотри, похожие люди, когда я говорю похожие люди, я не имею в виду одинаковые, как отражение в зеркале похоже на тебя. Но ты сказал, чем больше точек ты сказал. Не-не-не, смотри, представляешь, конструктор Лего, представляешь себе, там есть выемка, есть впадина, и вот они идеально подходят друг к другу, именно потому что для каждого лингома есть своё йони. Вот они вот так вот вместе соединяются, и поэтому вместе составляют собой единое целое. Ты сказал, ты всё время выворачиваешься, как уши. Нет, это ты и ты пытаешься всё вывернуть так, как я не говорил. Ты сказал, чем больше точек преткновения, тем лучше антипатии и симпатии. Да, совершенно верно. Я из этого выстрелил сферического коня в вакууме. Неправильного коня ты выстрелил. Абсолютное совпадение. И теперь ты говоришь, что это плохо. Так а где... Так это неплохо, это неправильно, я же тебе объясняю, почему. Я же тебе объяснил, у тебя конструктор Лего был в детстве когда-нибудь. Нужно 0,66 совпадение, или 0,7, или 0,84. Ой, господи, тюра. Или нужно признать, что это всё слишком сложно, чтобы пиздеть. Да нет, это сложно, чтобы тебе объяснить это. Потому что я тебе говорю простые очевидные вещи, а ты начинаешь какую-то хуйню городить в итоге. У тебя конструктор Лего в детстве был или нет? Ну, у меня был не Лего, а такой... Ну, ты понимаешь, как сделать так, чтобы 2-2 штучки из конструктора Лего подошли друг к другу? Ты понимаешь, что если ты одной и той же хуйнёй будешь друг в другую втыкать, они просто друг в друга не войдут? Аааа, Ежи, ты теперь и против геев. Бля, охуя, ну просто замечательный вывод из моих слов, просто пиздец. Ну, молодец, Юра в своём репертуаре, зато смешно, зато смешно. Ладно, в общем... Да я угораю, чё? Короче, не слушайте Юру, спите с азиатками, всё хорошо. Ты меня перебиваешь, а то я пошутил, и ты такой, ну понятно, Юра пошутил, и не стал продолжать мысль. А ты продолжай, я пошутил, а ты продолжай. Чё ж ты не продолжаешь? Так а чё мне продолжать-то? А ты знаешь, что это трезина, в которой ты увязнешь, потому что всё слишком комплексно. Музыка — это не критерий. И, блядь, предпадение... Музыка — это один из критериев. И литература — это один из критериев. Даже крашные волосы — не критерий. И крашные волосы — это один из критерий. Потому что если ты не любишь, что у тебя баба красит волосы, а она их всё равно красит, блядь, ну у тебя возбудутся из-за этого с ней конфликты. То же самое, если ей в твоём поведении что-то не нравится. Это все критерии, это все мельчайшие такие части, из которых складывается пазл совместного быта. Блин, я не понимаю, у тебя как у маргинала прям, вот никакого понимания чувством других. Ты хандушу на каком-то рынке в Монголии купил, я не понимаю. Нет, мы на научной конференции в Москве познакомились. Это же элементарно, блядь, как-то, я не знаю, это компромиссы, вся такая... Конечно, компромиссы в том числе, да. Ну ты просто так говоришь, что ебать, нужно, чтобы это и отсеивать... Ну опять-таки, компромиссы приходится находить тогда, когда есть какое-то противоречие, понимаешь, в чем дело? А если у вас, в принципе, и так все нормально, не надо никаких компромиссов искать. А моя математическая модель с стопроцентным сходством тебя не устроила, да? Ну потому что не бывает никакого стопроцентного сходства. Зачем мы, говоря про отношения людей, переходим на язык чистой математики, которая... Так а зачем ты переходишь и говоришь, что какой-то некий уровень понимания зависит от каких-то общих интересов, например? Ну потому что это один из важных факторов. Ну ты как будто Ромео и Джульетту не читал, блядь, ёпта. Ну они плохо закончили, если ты помнишь. Плохо, конечно, из-за непонимания окружающих вроде тебя. Это плохой пример. Вот ты, вот ты прямо, блядь, я не знаю, кто в этой истории злобный карлик за занавеской прячущий себе, блядь. Как его звали, блядь, этого чувака? Я не помню. Кого за занавеской, пацаны, в Ромео и Джульетте? Да, ты нашел у кого спросить, блядь, школьники, которые о существовании Ромео и Джульетте узнали от тебя только что. Короче, нужно... Они могут максимум нагуглить сейчас попытаться. Ежи, когда ты рассказываешь людям про какую-то хуйню, нужно чуть больше включать чувственную переменную, блядь, в свое уравнение, а то ты все... Это не то. Ну, если ты для выстраивания продолжительных отношений... Смотри, Юра, если ты для выстраивания продолжительных отношений будешь руководствоваться только чувствовыми эмоциями, то у тебя и получится на выходе Ромео и Джульетта, которые там в 13 лет уже, блядь, покончили с собой. Я тебе говорю, сейчас тебя слушают реальные люди. Вот ты им сейчас говоришь, например... Я им говорю, не выбирайте тупых пёст. Не испортите себе всю жизнь, потому что они после 18 лет, собственно, учитывая традиции, они решат, что там, ну, до определенного момента о них заботилась мама, дальше о них будет заботиться жена. Поэтому они женятся после армии, после армии женятся на первой встречной тупой пизде, в итоге нарожают с ней детей, привяжут себя к ней, конечно, ты обосрался, привяжут себя к ней через детей, через кредиты, и в итоге испортят себе всю свою жизнь, им придется бухать. Я обосрался, потому что перепутал Ромео и Джульетту с Гамлетом, не закалил Оля никого в Ромео и Джульетте за навеской, а ты... Хуйню несешь. Вот, предположим, у нас кто тут? Кто тут, блядь, за тебя в чате? Давай я его выберу. Не знаю, по-моему, никто. Вот давай, ну, выберем рандомно. Бронислав Пыш, ему сейчас сколько, предположим, 22-21 год. Он слушает твои стримы. Ему скорее 12, если он слушает твои стримы. Он сам стрёмный. К нему подкатывает какая-то стрёмная тёлка. И, возможно, это единственная стрёмная тёлка, которая к нему подкатывает, блядь, там на работе. Если он стрёмный, и тёлка стрёмная, это вообще никакой проблем нет. И он вот наслушается твоих стримов, спросит, какую музыку ты слушаешь. Она скажет, я слушаю русский рэп. Он не любит русский рэп. А так он у неё это не спросит никогда, да? Если бы не Ежи Сармат, он бы никогда ей этот вопрос не задал. Неважно, может, он уже знает, какую музыку она слушает. Может, он уже спрашивал. Но он такой, мой величайший моральный и интеллектуальный авторитет Ежи Сармат сказал, что все бабы тупые, кто не слушает классику, блядь. Он даже прогрессит фрок, блядь, ёпка. Ну, она знает, что ему на это ответит? Она скажет, ну, и спи с Ежи Сарматом. Не, это понятно. На неё-то похуй, блядь. Но он-то без бабы останется. Ну и правильно, соответственно, тупые люди не будут размножаться. То есть плюс. Я был прав. А может, он не тупой, блядь. Если он тебе верит, не значит, что... Правда? Ну, тогда ставь в скобки метмодерна, когда такую хуйню говори. То есть, в итоге, получается, всё равно моя методика, она работает. Потому что... Нет, в том-то и дело, она... Дегенераты перестают размножаться. Ты примерно для меня, вот сейчас говоря такое, блядь, Ты как говоришь о вреде прививок. И вот людям это распространяешь. Я поэтому так и... Чувак, ты полную хуйню несёшь. Это... Нет. У тебя есть хандуши, но не... Ну, это некорректная аналогия просто. Не порти другим людям возможность найти вторую половинку. Или хоть кого-то, блядь, девственникам из чата. Ты просто руинишь жизни сейчас. Я вынужден... Ну, опять-таки, я ещё раз говорю. Мы о чём говорим? Мы о том говорим, чтобы у человека появился первый сексуальный опыт. Или мы говорим о выстраивании стратегии для продолжительных отношений. Нет, так... А вот... Это разные вещи просто, смотри. Я с самого начала это сказал. Ты не учился в универе, что ли? У тебя не было чуваков, тёлок, которые поженились сразу после школы и встречались весь универ? Я таких знаю дохуя. И типа... Ну и что? Для них первый сексуальный опыт стал... Последним. ...нахождением... Первый сексуальный опыт стал последним. Полигенист ёбаный, понятно. Очень-очень по-христиански. Как бы замечательно. Я здесь христианскую мораль толкаю. Молодец, Юра. Ты дичь ветерач. Семейные ценности. Ты буквально фашист какой-то, блядь, ёбтый. Ты... О чём ты говоришь-то, блядь? Да, я фашист, потому что я считаю, что люди должны... Четы мои, я пытаюсь сказать... ...завязывать продолжительные отношения с теми, с кем... ...мравятся одни и те же вещи. Ну вот, Ежи Сармат не понимает мета-модерн, он замкнут в рамках постмодерна. А во-вторых, все люди, блядь, разные. Не ориентируйтесь на советы Ежи Сармата. Он каким-то чудом нашёл себе хандушу, чудесная женщина. Да, но это моя вторая уже жена, понимаешь, в чём дело. Блядь, это невозможно, нахуй. Это просто невозможно. Чувак, я не... Ну ладно, хорошо. Ты... Возможно... Блядь, ну, задайте себе вопрос. Настолько ли вы умные, как Ежи Сармат, чтобы при его внешности получить себе несколько жён, и чтобы при этом предъявлять тёлкам, будучи вами, за их музыкальные вкусы? Вот, что я хочу вам, мужики. Не... Предъявлять надо за всё, а не только за музыкальные вкусы. Надо вообще за всё. Он типа... Алгоритмы поведения и ценности системообразующие. Потому что если этого не делаешь ты, как бы, для людей, которые тебя окружают, то для них это будут делать другие люди. Вот и всё. Возможно, я не прав в том, что колонки не выкинул из окна гостиничного домера моего. Ну, вы поняли. Но это только моя проблема. Вы должны бороться только с такой хуйнёй, которая вас раздражает, блядь. Я всё остальное этого чисто... Тебя оно из MC не раздражало, неужели? Вот до того, как я слушал его целое лето, я даже не знал, кто это такой, блядь. Видишь, как... Потом узнал. Так, Брюс Цой прислал нам сообщение. Являются ли такие исполнители, как Битлз, Роллинг Стоунс, The Who, The Led Zeppelin, при бесцитарной культуре 60-70-х годов? Да, однозначно являются. Ну, ты петух. Безусловно, являются. Это просто однозначный факт. Являются где-то... Особенно Битлз. Особенно Битлз, особенно ранний Битлз. Потому что ранний Битлз это просто бойс-бенд с гитарами. Так, а я вот за Битлз и не заступался. Я за Who и Роллинг Стоунс, блядь, переживал нахуй. Битлз, понятно, я спорить не буду. Это всё равно тоже... Какие у тебя проблемы с Who? Никаких проблем. Они по отелям гоняли, блядь, на мотоцикл. А я тебе разве говорил, что мне это не нравится? Мне очень нравится Led Zeppelin, мне очень нравится Роллинг Стоунс. Но это всё равно... Это всё равно плебисатарная культура. Это часть массовой культуры 60-70-х годов. Это просто факт. Слышите, Патриций, полутораметровый, тебе не сытно всё, что тебе не нравится, плебцам какие-то... И даже всё, что мне нравится. Потому что я слушаю группу Абба и группу Бакара. Это, блядь, самая попса такая мерзкая. То есть, да, это массовая культура. Кстати, отличная группа Бакара, мне очень нравится. Бабангида ещё. И группа Абба, отличная. Вообще диско рулит, я считаю. Но это тоже неоплебисатарная культура, это надо понимать. Надо отдавать себе в этом отчёт. У тебя на всё один, блядь, ответ. Неоплебисит, неоплебисит. Человек с ником Петухан Замай прислал нам... Значит, что нам прислал? Доллар нам прислал. Спасибо, Петухан Замай. Хован, понимаю, уже не в первый раз. Подруга сказала спасибо за всё. И что я могу на её помощь? Мне кажется, чувак, ты пропустил какое-то важное слово в этом предложении. А перед этим я ей сильно помог. Нравится мне с первого курса. Последнее время вообще из головы не выходит. Может, я схожу с ума. Не знаю, наверное, да. Последнее время плохо себя чувствую. Мне кажется, она тебя зафрендзонила, чувак. Ну, да. Не так много информации. А ещё ты криповый пиздец-сталкер. Тёлки никогда с таким не будут встречаться. Ты даже не можешь правильно формулировать свою мысль. Ты её пугаешь, скорее всего, если ты так же... Ты нас пугаешь. Да, блядь, вот он прям... Ты видел, вот бывает такое, что чувак пытается запугать как-то и вообще не страшно. А вот тут какая-то путанность мыслей, как будто человек прям со слезами набирает и просто... Алё, алё. Да-да-да, ты отвалился в какой-то момент. Бля, я руками просто размахивал, показывая, как... Будет преследовать свою бабу и отъебенил. А я думал, он до тебя добрался, он всё это время стоял у тебя за спиной с ножом. Чувак, я тоже думал, но согласись, это был пиздец крипового, блядь, ёпт. Я серьёзно, да. Чувак, отстань от этой бабы. Вот как сказал Ежи Сармат до этого, что... Выпусти её. В море дохуя... Нет, ты не сказал. В море дохуя рыбы, типа, поэтому ты суперкриповый. Ты испугал ебаного, блядь, нет шанса, нахуй, старого алкаша, блядь, ёпта. Ты... Как ты думаешь, она относится к тебе с твоей одержимостью, блядь? Типа, если ты нас перепугал на ебаном стрибе, нахуй. Я руками стал размахивать, чувак, пиздец. Ты... Ты будто здесь находишься, и ты дышишь мне своими потными ладошками. Почему ты не хочешь быть со мной? Я держим тобой, чувак. Прекрати эту хуйню, оставь бабу в покое, блядь. Мой тебе совет.